Ох и десерт вас ждет сегодня! Просто тает во рту, а готовится за считанные минуты. Для начала берем два больших яйца и в большую емкость разбиваем их. Если больших нет, возьмите три маленьких. Добавляем немного соли для баланса вкуса. Еще нам, конечно, нужен будет сахар. Грамм 100. У меня обычный белый, но можно взять и коричневый. Отправляем его к яйцам и сюда же высыпаем 8 грамм ванильного сахара. Это одна чайная ложечка. Теперь берем миксер и хорошенько взбиваем все это до образования пышной массы. Буквально пару минут. Время взбивания зависит от того, какие у вас яйца. Как только масса стала беловатого цвета, воздушная и по консистенции, как легкий крем, все готово. Вот примерно так должно получиться. Еще нам нужно будет 100 миллилитров молока комнатной температуры. Выливаем молоко в готовую яичную смесь. Берем теперь подсолнечное масло, тоже 100 миллилитров, и отправляем его в емкость к остальным ингредиентам. И хорошенечко все взбиваем до получения однородной массы. Долго взбивать не нужно. Главное, чтобы все хорошенько перемешалось. Еще нам понадобится мука, обычная пшеничная, 200 грамм. И теперь добавляем в муку разрыхлитель, 12 грамм, или соду, кто как больше любит. Муку желательно сначала просеять через сито, чтобы тесто получилось воздушным и очень нежным. Я это уже сделала заранее. Подготовленную муку аккуратно высыпаем в жидкое тесто. Я не делаю это в несколько приемов. Высыпаю сразу всю муку. Для этого рецепта это совершенно не принципиально. Теперь берем миксер и еще раз хорошенько все взбиваем до однородного состояния теста. Самое главное, чтобы не было комочков и тесто получилось однородным, нежным, как сметана. Вот примерно так, как у меня. Посмотрите, какое оно великолепное вышло. Очень люблю этот рецепт и часто готовлю. С ним легко работать и оно всегда у всех получается сразу. Даже если вы с выпечкой на вы и совершенно не любите это делать. А теперь пришло время для самого главного ингредиента в этом десерте. Это клубника. Спелая, ароматная и такая сочная. То, что нужно. Аккуратно очищаем клубничку от всего лишнего. И разрезаем ее пополам. Вот так. Как же это ароматно и как же вкусно будет в готовом десерте. Уже аж не терпится побыстрее все приготовить. В отдельную небольшую тарелку берем немного муки. Буквально 2 столовые ложки. Сахар тоже 2 столовые ложки. И сюда же измельчаем на крупной терке сливочное масло. 82% жирности. Масло должно быть очень холодным. Из морозильной камеры. Нам нужно, чтобы оно хорошо измельчалось и не таяло быстро. Масло нужно совсем немного. Буквально 30 грамм. Вот так. Теперь все содержимое тарелки аккуратно перемешиваем. Удобнее и лучше всего это делать руками. Ложкой или лопаткой хорошо это сделать у вас не получится. Нам нужно получить в итоге песочную крошку. Делайте это быстро, чтобы масло не растаяло у вас в руках. Вот как-то так. Берем теперь форму для выпекания. Лучше всего использовать разъемную форму. Так намного удобнее. Но можно, конечно, взять и ту, что есть у вас сейчас. На дно выстилаем пергаментную бумагу. Устанавливаем борта формы. И аккуратно выливаем готовое тесто в центр формы. Посмотрите, какое оно нежное получилось. И очень ароматное. Лопаткой теперь осторожно разравниваем, чтобы тесто было примерно одинаковой высоты во всей форме. Вот так. Сверху на тесто выкладываем половинки нашей подготовленной клубнички. Выкладываем срезом вниз, как показано на видео. Так в готовом виде десерт получится очень красивым и аккуратным. Клубника хорошо держится на тесте и не тонет. То, что нужно. Сверху клубнику посыпаем готовой песочной крошкой, обильно закрывая всю клубничку. Да чего же будет это вкусно! Вы себе даже пока не представляете. Отправляем форму с нашим будущим десертом в разогретую до 180 градусов духовку. И будем выпекать 40 минут. Готовый пирог достаем, даем немного ему остыть и убираем борта формы. Тесто не прилипает к бортам, пирог не рассыпается и выглядит просто великолепно. Перекладываем его на сервировочное блюдо, на котором будем подавать. И сверху можно еще украсить сахарной пудрой. Нежное воздушное тесто с хрустящей песочной корочкой в сочетании с ароматной сочной клубникой. Ммм, это неимоверно вкусно! Стоит один только раз попробовать, чтобы влюбиться в этот рецепт и в это тесто навсегда. А я желаю вам приятного чая и как всегда жду вас с нетерпением в комментариях. До новых рецептов! Пока-пока!